Сегодня в наших стенах собрались люди, которые сохраняют, изучают и чтят историю всех многочисленных народов, населяющих огромную территорию берегов одной из величественных рек мира Енисей. Первый съезд краеведов Енисейской Сибири, безусловно, станет событием, которое войдет в историю и не только нашего края. Подобное мероприятие проходило последний раз почти 100 лет назад. Мы ждали этой встречи слишком долго. Я очень надеюсь, что съезд пройдет в продуктивной дискуссии. Мне сказали, что одна из задач съезда – создать организацию общественную, которая объединит краеведов Красноярского края, республик соседних Хакайси и Туа. Я думаю, что это очень важное, своевременное решение. В самом начале наградили благодарственными письмами от мэра, министра культуры, губернатора отдельных людей, относящих тот или иной вклад в одно большое дело под названием краеведение. Ну, конечно, все сошлись во мнении, что абсолютно каждый из почти 300 человек, сидящих в этом зале, достойны самых больших наград и аплодисментов. Как бы Красноярск сегодня не мрачный, а сегодня солнечный, потому что каждый человек – это солнце небольшое краевед. Он освещает, и я даже рабею, потому что тут замечательные краеведы из Жерезногорска, из Зеленогорска, из Минусинска, забытые просто, из деревень, из наших, из сел, которые сохраняют память родной земли. Вот, и это здорово. Это плакат для того, чтобы для сельских школ, для школьников, чтобы наши дети знали, кто стоял у истоков создания нашей губернии. Вот здесь, в Спиранске, многие же не знают, что Спиранский – основатель нашей губернии. Поэтому мы, взрослые краеведы, должны рассказывать детям, делать экскурсии, в общем, работать. И мне очень приятно вот здесь. Съезд был приурочен 200-летию образования Несейской губернии, но не за горами и 400-летие Красноярска. Но все же, если говорить про юбилеи, то очень многих здесь есть свои, можно сказать, личные памятные даты, связанные с историей малой родины. Четыре года пенсионер Николай Анисимович Шипила потратил на то, чтобы собрать материал, фотографии и издать вот эту книгу. Эта книга посвящена 400-летию села Верхнепашино со дня основания. В 1621 году возле Несейского строга поселили крестьян на Государеву Пашню, 20 человек. И я вот занимаюсь историей этого села, из челобитных этих крестьян узнал дату основания точную села и чем крестьяне занимались. А село-то живо? Село живо, село развивается и думаю, что еще проживет не одну сотню лет. Все собравшиеся здесь люди разных профессий, работники музеев и архивов, профессиональные историки, учителя, краеведы, энтузиасты. Все они занимаются изучением очень разных пластов истории. Памятники архитектуры, войны, Великой Отечественной, Гражданской, горячей точки современности. Алексей Баби много лет возглавляет общество «Мемориал» и говорит, один бы он никогда не смог выпустить 15 томов памяти. Постоянные его помощники именно люди из глубинок, энтузиасты. Кстати, один из примеров взаимодействия здесь – это немецкие эшелонные списки немцев, депортированных в 1941 году, которые государственный архив оцифровал, но они просто отсканировали. А команда краеведов и родословов уже под нашим управлением, они их набивают в Экселе, то есть они переводят их, что называется, индексируют. После чего они проверяются, выкладываются на сайт. То есть тут государственная, общественная организация и люди неравнодушные самых разных направленностей, они все вместе делают большую работу. Причем люди, занимающиеся этим благородным делом, ликвидацией белых пятен нашей истории, зачастую делают это совершенно бескорыстно. Порой книги-то издают либо на свои личные деньги, либо при помощи друзей. Отдельный, конечно, поклон тем, кто работает с детьми. Любовь Дмитриевна Коченок, учитель истории Синьборской сельской школы, организовала по собственной инициативе в ней музей. В этом году мы выходим на другой уровень. Мы буквально по приезду открываем музей под открытым небом. Население довольно слабовато знает историю своей земли, которая началась с 1829 года. И мы оформили такую локальную информацию на 18 презентаций в виде конструкции. Дополнили сибирскими заборами плетень, жердевой, тыновый, макет колодца сделали. Так, чтобы любой проходящий мог подойти и почитать. Кроме этого, мы с ребятами издали книгу на 400 листов земля Саянская к 300-летию Саянского струга. Отдельное почтение и внимание было оказано представителям Минусинского музея, носящего имя краеведа Николая Михайловича Мартьянова. Буквально завтра на Сибирском историческом форуме мы будем подписывать соглашение о сотрудничестве с первым музеем Российской империи. Это питерская кунсткамера. Наш музей – первый публичный музей в Енисейской губернии. И, ну, кунсткамера тоже первый публичный музей в Российской империи, а мы первый публичный музей в Енисейской губернии. Мы этим очень гордимся. Нам в следующем году 145 лет. География на съезде представлена весьма широко, не только нашего края. Делегации приехали из Тывы, Хакасии. Обе эти территории тоже ведь часть истории нашего края. И гостям было, что показать и рассказать коллегам. Сейчас по своей профессиональной деятельности я занимаюсь формированием карточек государственных каталогов. И забиваю документы, которые касаются, значит, освоения целины в республике Хакасия, биографии, целинников, механизаторов. И я считаю, что в этом плане музей даже превосходит, извиняюсь, конечно, перед архивистами, наш национальный архив. По своему богатству, по богатству собранного материала. И фотографии первых механизаторов, первых целинников, людей, которые являются орденоносцами в сфере сельского хозяйства. То есть, ну, это готовый пласт истории лежит. Я не знаю, когда он вообще будет исследован. Да, и когда-либо кто-то дойдет, чтобы вот на фоне локальной истории, на фоне конкретного человека, его вклада, да, в историю, в экономику, когда кто-то вот до этого исследователя дойдет. Наш школьный музей выпустил двухтомник, который называется Это летопись нашего Сумона. Мы осифровали материалы нашего музея. Готовится к выпуску уже третий, четвертый, пятый тома. Мы прошли вот редактирование и вешку. Редакторами выступили кандидаты филологических наук Камбус Саликмана Сальчаговна, Симнчит Казалматр-Абьёловичи. Мы все свои наши книги сдаем в Государственный архив Республики ТВА, архив Национального музея Республики ТВА и архив Научно-исследовательского института. И мы в Школьном музее выпустили еще 22 книги, фотоальбомы наших прославленных родов. Спонсорами выступили их потомки. Вот мы так работаем. Краеведы – люди дела, которые собираются все вместе не просто, чтобы поговорить и похвастаться заслугами. Сразу было внесено очень много конструктивных предложений. Мы донесем до власти следующее. Нам нужен объединяющий журнал. Журнал, там раз в три месяца, который бы он выходил, где бы могли печатать все новые материалы, которые находят в архивах еще где-то наши краеведы. И это было бы достоянием широкой общественности. Я хочу сказать, что мы достигли соглашения о том, что наш Сибирский федеральный университет готов предоставить помещение на улице Ленина в корпусе, а это в центре города, для того, чтобы там заседало наше краеведческое общество в Енисейской Сибири. Но самое главное предложение – это, конечно, создать наконец-то общую ассоциацию краеведов всей Енисейской Сибири. У нас нет даже единого реестра краеведов. Мы не знаем, кто чем занимается на местах, какими темами. Между собой нет никакой общей координации. Нет такой координации даже в городе Красноярске между академическим сообществом и любителями краеведов, библиотекарями. Очень слабы эти связи, и идея этого съезда – как раз эти связи восстановить. Они когда-то существовали, только прошло уже сто лет с тех пор почти. Потому что последнее такое мероприятие было 97 лет назад. Это общегубернская конференция, которая собирала всех краеведов тогда. Субтитры создавал DimaTorzok